МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...самых лучших по интерьеру медицинских учреждений республики. А по оснащенности современным медицинским оборудованием превосходит даже республиканские учреждения. Сюда приезжают лечиться из Цейногорска, Бейского района и даже соседи из Красноярского края. Мы выполняем программу государственной гарантии ежегодно на 105-110% на поликлинике, по амбулаторному приему и дневной стационар до 140%. Более 100 миллионов рублей вложила в реконструкцию больницы компания «Русгидро». Энергетики отремонтировали и другие социальные объекты черемушек. Общий размер инвестиций составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сегодня подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве между Хакасией и энергетической компанией. Подписи под документом поставили Виктор Зимин и Евгений Дот. Сегодняшний день, это, наверное, не наверное, это точно, это самый главный наш партнер в части социальных проектов. Безумные деньги, я по-другому их назвать не могу, которые вкладываются сегодня в республику. Большая программа утверждена нашим советом директоров, большая программа одобрена и правительственным президентом, то, что мы здесь делаем. Видите, сейчас основная задача – социальная сфера и сфера образования. Один из объектов, реконструкцию которого в ближайший год энергетики вложат почти 200 миллионов рублей – это первая школа поселка Черемушки. По проекту из стандартной школы 70-х годов строители сделают настоящую игрушку. Школьники на период реконструкции распределены по другим учебным заведениям. Последний на сегодня пункт рабочей поездки главы республики – клуб «Мудрость». Здесь прошла встреча губернатора с ветеранами Черемушек. Вопросы ему задавали самые разные. Коммунальные льготы для ветеранов-медиков, дырявые трубы в подвале дома – льготные лекарства. Одна проблема интересовала всех ветеранов. Я просила, чтобы наш поселок был назначен врач-эндокринолог, потому что после этой трагедии мы все здесь больные. Эндокринолог в поликлинике Черемушек появится до конца года. Остальные вопросы, по словам губернатора, будут решены в рабочем порядке. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. 650 контейнеров для перевозки и хранения ядерных отходов арестовали судебные приставы Хакасии. А суть в том, что Абакан-Вагон-Маш изготовил спецпродукцию для некоего московского предприятия. Однако после сборки контейнеров завод положенные деньги так и не получил. Речь идет более чем о 120 миллионах рублей. В итоге арбитражный суд Москвы постановил продукцию арестовать и оставить ее на хранение тому же Вагон-Машу. Если в течение пяти дней заказчик не рассчитается, контейнеры будут распроданы на торгах и, скорее всего, по более низкой цене. Руководство Абакан-Вагон-Маша ситуацию пока не комментирует. Сегодня день памяти и скорби для российских немцев. В 41-м году был подписан указ о депортации из районов по Волжии неугодной советскому руководству нации. За годы войны в отдаленные районы страны были переселены более миллиона человек. Примерно третья часть была отправлена в Сибирь. Сегодня свидетели тех страшных событий собрались в Абакане возле памятника жертвам политических репрессий. Сегодня очевидцам и участникам депортации с 41-го года уже далеко за 70. В начале войны их родителей, немцев, по национальности обвинили в пособничестве фашистской Германии и переселили на окраины страны. В Сибирь попало более 300 тысяч российских немцев. Часть из них прибыла в Хакасию. Война началась, приказ дали, нас с Волги сюда в Сибирь, ничего не дали, там все было. На зиму заготовили, а сюда приехали полуголодные. А у нас лично, у меня семья была 8 ребятишек. Отца забрали осенью в трударь, мама весной, мне 13 лет, а меньше ему 3 годика. Первое время жить приходилось в землянках, которые успели вырыть до начала холодов. Взрослых немцев собирали в трудармию и отправляли на лесоповал, стройки, рудники, где они работали до самой смерти. Папа в трудармию был, раз привезли две доски, тут палкой, там палкой, две доски прибитые, и возле калитку положили. А мы в землянке жили, как приехали в Сибирь, землянку у нас семья, и в землянке жили. А потом врачешка что-то младше мне выскочил, забегает, Катя, там какой-то дядя на досках лежит. Я выскочила, это папа. Привезли, бросили, даже не сказали. Сегодня в Хакасии проживает около 10 тысяч немцев. Немалая часть в 90-е переехала на историческую родину в Германию. Те, кто остались, пытаются здесь сохранить самобытную культуру, язык и традиции. На деньги Германии проходят бесплатные курсы немецкого языка, куда могут прийти любой человек, независимо от национальности и возраста. У нас есть детские группы, группы для стариков, которые, это и момент общения, это и момент изучения, и повторения языка, желание не забыть его. Завершился митинг традиционно, возложением цветов к мемориалу жертвам сталинских репрессий, где в списках погибших немецкая фамилия не редкость. Олеся Калинченко, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. В краже денег из магазина подозревается Саиногорский полицейский. Сообщение о сработавшей сигнализации в магазине поступило на пульт дежурной части в 6.30 утра. Подозреваемого задержал наряд частного охранного предприятия. Выяснилось, что грабитель еще накануне вечером забрался в подсобку, выждал время, опустошил кассу на 39 тысяч рублей. Затем попробовал вскрыть платежный терминал и, разбив стеклянную дверь, попытался скрыться. В полиции заявили, что подозреваемый несколько лет отработал в дежурной части. Что толкнуло его на ограбление, неизвестно. Однако после задержания он согласился сотрудничать со следствием. Руководством МВД по республике Хакасия была назначена служебная проверка. Принято решение об увольнении этого сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители также будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Туристов все больше и все чаще приходится выезжать на спасательные работы. Так, со слов сотрудников МЧС, проходит сезон в природном парке Ергаки. В этом году за неполные 8 месяцев спасоперации проведено столько же, сколько за весь прошлый год. Репортаж Алексея Гончаренко и Сергея Казмина. У спасателей, базирующихся в центре подготовки МЧС Ергаки, наступили относительно спокойные дни. То есть, когда они уверены, что им не придется идти спасать в горы терпящих бедствия туристов. В дождливые дни в походы здесь не ходят. Отсюда и уверенность, что тревожных звонков не будет. За время дежурства сообщения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях не зарегистрировали. Обстановка нормальная. Оперативный дежурный Николай Строков рассказывает, что туристы своей беспечностью удивляют все больше. На опасные маршруты выходят не только неподготовленными, но и без необходимой экипировки. Вероятно, так действует на многих и не внушает никаких опасений, особенно новичкам. Само название – природный парк, если приезжают сюда, как на прогулку. Множество нынче было турбрук, которые приезжали с Москвы, с Ленинграда, с Екатеринбурга, Новосибирска, которые люди без проводников, то есть без знающих людей местность. Нынче была группа из Москвы, две девушки. Мы впервые здесь, мы не знаем, куда идти. А кто нам сказал? А вот у нас знакомые в прошлом году ездили, и вот нам сказали, что в Красноярском крае есть вот такие вот ергаки. Бывалые туристы знают, что кроме сложности самих маршрутов, на дороге здесь иногда встречаются медведи. И даже знают, как в таких случаях поступать. Говорят, в этом году зверь не агрессивен, поскольку есть чем прокормиться в тайге, год урожайный, и все же такие встречи не сулят ничего хорошего. Семье Аркадия Шамина в этом году приходилось иметь дело с косолапым. Медведь прыгнул на палатку, где жена моя с однокурсницей спали. Жене досталось, что называется. Порвал руку правую, сильно глубокая рана на спине. Спасатели эвакуировали пострадавшую 4 часа на носилках, чтобы оказать квалифицированную помощь. Всего за неполные 8 месяцев. В этом году проведено 62 спасательных работы. За весь прошлый год 68. Ищут заблудившихся и выносят пострадавших с различными травмами. И переломы, и ушибы. Вот эта самая женщина была на каменном городе, упала. Ее выносили оттуда. Она вообще, ну, как бы, ну, серьезно переломана была. И ноги, и руки, и ребра были переломаны. По статистическим данным Центра спасателей МЧС, поток туристов растет ежегодно. В этом году в регистрационном журнале свыше 300 туристических групп. А многие, вопреки правилам, не регистрируются. И говорить об окончании сезона еще рано. Кончатся дожди, установится погода, и опять начнутся массовые походы в горы. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. В столице республики сегодня чествовали четверых новорожденных, которые появились на свет в день Абакана. Дата 24 августа 2013 года стала вдвойне праздничной сразу для нескольких семейных пар. Счастливые мамы с малышами сегодня выписались из роддома. Но прежде чем покинуть его стены, принимали поздравления от представителей администрации города, родственников, врачей. Все собрались в актовом зале медучреждения. Отдельные слова благодарности звучали в адрес акушеров. Именно благодаря им в минувшую субботу появились на свет четверо малышей. Мальчиков и девочек оказалось поровну. От администрации Абакана и городских предпринимателей родителям новорожденных вручили денежные сертификаты, игрушки и цветы. Кроме того, семейным парам пожелали в будущем вновь посетить роддом. Первый общий срок был 24-го, а потом поставили на 27-й. То есть мы родили на первый срок. Я хотела салютик еще посмотреть, но не получилось. В 5 часов начались схватки, в 9 часов меня муж отвез в роддом. Я был очень рад, счастлив. Позвонила жена, сказала, что все, стал папой. В театре сказка готовятся к премьере. Пьеса «Лемур Тужур» написана современным драматургом по мотивам рассказов русского писателя 19 века Николая Лескова. На сцене будет и все, и смех, и слезы, и любовь. На репетиции побывала Олеся Калиниченко. Совсем не обязательно знать французский, чтобы понять фразу «Лемур Тужур». Песня, как и сам спектакль, целиком и полностью посвящена любви, самому прекрасному и загадочному чувству. Герои в поисках своего счастья попадают в разные ситуации, но не теряют веры и надежды. Чем закончатся их приключения, станет ясно только в конце спектакля. В этой пьесе любовь, кроме той, которая между мужчиной и женщиной, есть какая-то еще другая любовь, какая-то просто, наверное, любовь, может быть, к жизни. Мне кажется, вот этот момент нам удалось как-то раскрыть через кукол, потому что у нас живой план и куклы. Постановку «Без преувеличения» можно назвать масштабной. Задействована практически вся труппа. На сцене играют актеры и несколько видов кукол. От простых перчаточных до самых сложных планшетных. Одной из таких кукол виртуозно управляет Андрей Тимофеев. Правда, кто из них главный, сразу не разберешь. Я с кто говорю, я или ты? Ты, я ты, я ты, я ты. В общем, мы вместе говорим, да. А голос у меня вот такой. Люди говорят, кто я есть, а кто я есть? Мышь, вошь констисторская. А все многое в спектакле от меня зависит. Режиссер Батр Калаев считает, что любой спектакль, какой бы ни была серьезная тема, должен смотреться легко. Поэтому пьесу «Ля Муртужур» театр рассказывает легко и весело, в лучших традициях музыкальных комедий. Можно сказать, что эта постановка на театральных просторах России будет уникальной. В такой интерпретации с оригинальной музыкой и куклами пьесу точно нигде не ставили. Премьера «Ля Муртужур» намечена на 30 августа. Олесь Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Больше полутора месяцев в Государственной жилищной инспекции работает горячая линия по начислению платы за коммунальные услуги. О том, сколько звонков уже поступило, на что жалуются и как отрабатывается каждое сообщение, нам расскажет Ольга Петрук, исполняющая обязанности начальника отдела экономического надзора Государственной жилищной инспекции Хакасия. А из новостей у меня к этому часу все. Увидимся скоро на канале «Россия-24». Продолжение следует... Продолжение следует...